МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жеребьевку участков земли по ДЖС для многодетных семей провели с соблюдением всех защитных мер. На процедуру распределения пригласили по одному представителю от семьи. За час до начала участники зарегистрировались и получили пакет документов, бланки заявлений и памятку о правах и обязанностях семьи, претендующей на получение земельного участка. Процедура жеребьевки земельных наделов для многодетных семей проводилась второе впервые. Действительно историческое событие, поэтому прошу настраиваться на позитив и работаем четко по регламенту. Жеребьевка, процедура четко определена законом. Распределить нужно было 72 участка в районе улицы Нижегородской. На жеребьевку пригласили столько же семей, стоящих первыми в очереди на получение земли под строительство. К назначенному времени не пришли представители четырех семей. В барабан загрузили 72 конверта. В порядке очередности к барабану поднимались многодетные родители. Одни уверенно вытаскивали конверт из барабана, другие с волнением искали среди десятка одинаковых свертков свой счастливый. Выходили они из зала тоже с разным настроением. После жеребьевки доволен, остался доволен. Участок как надо, как хотел, по крайней мере. Все хорошо, ждал давно. Наконец-то дождались. Дождались наконец-то. Остался участок. Вы довольны своим выбором? Ну, средним. Не то, что хотел быть, но, скажем так. Очень довольна выбором, очень довольна расположением. На самом деле, решение о том, что я буду принимать участие в жеребьевке, приняла буквально за минуту. То есть, я сюда шла, на самом деле, отказываться от участия в жеребьевке. Планировала принять участие в другой раз. Год переживаний и год вот этой обиды, он остался, конечно, в душе. Что обещали одно, а в итоге пригласили на жеребьевку совершенно по другой земле. Вот эта обида осталась. Одна семья отказалась от участия в жеребьевке. Таким правом многодетные могут воспользоваться только один раз. Если семья откажется еще раз, то их снимут с очереди. Изначально ждали улицу Западную, на что мы пять лет, в принципе, и стояли. Но в последний год нас поменяли на Нижегородскую. То есть, я как строитель знаю свойства той местности, соответственно, Западной. И по финансам, то есть, разница будет существенная для меня, по крайней мере. После жеребьевки в течение сентября земельные участки будут переданы семьям в собственность, и они смогут распоряжаться ими по своему усмотрению. О сроках следующей жеребьевки сообщат дополнительно. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. С начала года жильцы домов в районах Яблонево сада, аэродрома и Тиза жаловались, что мусор перестали забирать по графику из индивидуальных контейнеров. Вместо привычного сбора саровчанам предложили относить отходы за сотни метров в специально установленные места, что неудобно и тяжело, особенно для пожилых людей. Департамент городского хозяйства пытался найти альтернативу. Мы считаем, что действительно целесообразно вернуться с территории ИЖС к вывозу с индивидуальных контейнеров. И при этом рассматривать в перспективе опять вопрос отхода от этих контейнерных площадок. Потому что контейнерные площадки ставились с учетом организации требований раздельного сбора. Но, как обычно, реформа и бежит вперед. Мы стараемся обеспечить ее реализацию путем создания специального инженерного оборудования. А сознание людей отстает. Этой осенью чиновники приняли решение, что мусор из частного сектора региональный оператор МСКНТ снова будет забирать от домов по графику. Но по другой схеме. Мусоровоз будет проезжать мимо в установленное время. Как только автомобиль подъедет к конкретному дому, его жильцы должны самостоятельно погрузить в него пакеты с отходами. Подразумевалось, что жителям будет подаваться сигнал о прибытии. В начале объезда это не самая хорошая идея. В выходной день до обеда взрослые дети могут еще спать. Сигнал в 10 утра может нарушить их покой. Вариант с пакетированным вывозом местных жителей тоже не совсем устраивает. Мы вернулись в Советский Союз. Раньше вот так вот тоже машина подъезжала, бибикала, народ выходил, выносил мусор. Ну и дальше ехала. Для меня лучше было, конечно, когда у каждого дома стоял свой контейнер. Не было никакой грязи. Каждый следил за этим контейнером. Была чистота и порядок. И народ, я не знаю, ну следили за этим, за всем. Машина подъезжала, каждую субботу подъезжала, выгружала этот контейнер. Раньше мы баки выложили, они высыпали, мы завезли, никаких проблем. Сейчас в бумажке было написано, что нужно пакеты выносить. Но пакеты за неделю мы собираем, мусора немало. Вынести пакет, он рассыпется, опять будет эта грязь. Почему не так? Те, кто не успел вовремя вынести пакеты, по-прежнему могут выбросить их на контейнерных площадках, которые находятся на удаленном расстоянии от домов. Учтут ли городские власти мнение, саровчаны найдут ли золотую середину в решении мусорной проблемы, покажет время. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Бесплатные лекарства и медицинские изделия, санаторно-курортное лечение, проезд на пригородных и междугородних поездах до места лечения и обратно. Все это доступно тем, кто имеет право на набор социальных услуг. В нашем городе им пользуются 1332 человека. Это граждане-инвалиды, дети-инвалиды, участники ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции и в Семипалатинском поликоне, а также категории, приравненные к ним, ветераны войны, инвалиды войны, участники боевых действий и жители блокадного Ленинграда. Люди, которым положен соцпакет, имеют право от него отказаться в пользу ежемесячной денежной компенсации. По Сарова она составляет 1155 рублей. По словам врачей, отказываясь от льготных препаратов, пациенты часто совершают ошибку. Как правило, это пациенты, имеющие серьезные заболевания. Стоимость одного препарата достигает нескольких сотен тысяч. В случае, если пациент принимает решение в пользу получения денежной компенсации, вся стоимость лечения ложится на его плечи. Даже если сейчас пациент здоров и не нуждается в лекарствах, нет гарантий, что до конца года его состояние не ухудшится, не обострятся хронические заболевания. Препараты для лечения бронхиальной астмы, онкологических заболеваний, сахарного диабета и ишемической болезни сердца в основном стоят очень дорого. Денежная компенсация не способна покрыть расходы на их покупку. Вернуть право на получение льготных лекарств можно только один раз в год, до 1 октября. Для этого нужно написать заявление в пенсионный фонд. Право на соцпакет вступит в силу только с 1 января следующего года. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Физиотерапевтом Ларисы Завадской работает уже 20 лет. Сначала женщина была педиатром, позже решила попробовать себя в другом направлении и не пожалела. По словам врача, её работа интересна тем, что каждый раз процесс лечения разнообразный. Самое ценное, что может получить доктор от пациента, картина его выздоровления. У тебя появляется какой-то неврологический пациент, какой-то ортопедический пациент с какой-то сложной историей или какой-то для восстановления после оперативного лечения к тебе поступил. И вот ты начинаешь углублённо смотреть материал, изучать патогенез этого заболевания и думаешь, как можно помочь. Ты составляешь целую программу реабилитации этого пациента. Что, зачем мы с вами будем делать. И очень приятно наблюдать за этими пациентами, смотреть, как они восстанавливаются. Физиотерапевт – универсальный врач, который должен обладать обширными медицинскими знаниями, разбираться в природе химического и физического влияния на организм человека. К такому доктору обращаются при патологиях лёгких, лорорганов, опорно-двигательной и пищеварительной систем, артритах и артрозах, гинекологических заболеваниях, недугах неврологического характера и дерматологических проблемах. Конечно же, всё знать невозможно. И поэтому в своей работе мы всегда консультируемся с лечащим врачом. Всегда работаем в тандеме. Но всё равно приходится очень много читать каждый день, потому что, сами понимаете, что нам надо знать много. По словам врача, в последнее время активно применяются комбинированные методы лечения и цветотерапия. Лечение электромагнитным излучением, видимого диапазона, теми лучами, которые есть у нас в солнечном спектре. Все мы с вами выросли под солнцем, и у нас в организме эволюционно заложены фотоакцепторные клетки, которые могут отвечать на этот вид терапии. Фотоакцепторы для каждого цвета есть в нашем организме. Для красного – это соединительная ткань, для синего, зелёного излучения. Есть свои ферменты, воздействие на которые мы меняем жизнедеятельность организма. В централизованном физиотерапевтическом отделении принимают и взрослых, и детей. Процедуры подходят как для реабилитации, так и для профилактики и поддержания организма в тонусе. Сейчас приём пациентов в отделении в связи с пандемией временно приостановлен. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Большая перемена длиною в шесть месяцев. Всероссийский конкурс для школьников стартовал в марте и закончится в конце октября. Большинство мероприятий проводились в дистанционном формате. Старшеклассники могли выбрать одно из девяти направлений конкурса. Новые медиа, искусство и творчество, экология, средообитание, здоровый образ жизни, наука и технологии, добро, туризм, историческая память. Это первый такой масштабный проект, который представляет возможность школьникам с 8 по 10 класс проявить себя в интеллектуальном развитии, в профессиональной ориентации, в определении своего дальнейшего жизненного пути, в представлении каких-то своих творческих проектов. В заочном этапе приняли участие более миллиона школьников от 14 до 17 лет. 6 тысяч подростков дошли до полуфинала, который проходит в офлайн-формате в нескольких регионах. Среди полуфиналистов оказались и 8 учеников из Сарова. Школьники отправились защищать свои проекты в Нижний Новгород. Полуфинал включает в себя различные образовательные проекты, защиты проектов. Ребята смогут не только уже общаться с экспертами и обучаться по каким-то образовательным маршрутам, они смогут уже представить свой проект, который они разработали, защитить его, представить. Начались занятия с торжественной церемонии открытия полуфинала одновременно в трех округах – в Федеральном, Южном и Привожском. Впечатлениями от первых дней полуфинала поделились школьницы Екатерина Торопова и Ксения Зубова. Обе девушки работают над кейсами в номинации «Твори». На открытии стояла творческая и дружеская атмосфера. Мы познакомились с новыми людьми, с схожими интересами, с разных районов нашего федерального округа. На церемонии открытия перед участниками проекта выступили популярные артисты. С некоторыми был организован телемост. Скоро у нас начнется образовательная программа, где нас разделят на команды, и мы приступим к решению кейсов. Мы получаем огромное удовольствие от пребывания здесь и сделаем все, что возможно, чтобы пройти в финал. Финалистами конкурса станут 1200 человек, а победителями – 300 учеников 8-9 классов и 300 десятиклассников. Последние получат приз в размере 1 миллиона рублей, которые смогут направить на оплату обучения, ипотеку, бизнес-стартап и баллы для поступления в ВУЗ. Ученики 8-9 классов получат по 200 тысяч рублей. Все финалисты конкурса получат путевки в Артек. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку для создания образовательных возможностей и технического оснащения. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. День открытых дверей в этом году в Дворце детского творчества проходил без традиционных массовых собраний в кабинетах у педагогов. В условиях пандемии очень важно было начать обучение офлайн, поэтому родители приходили к наставникам своих детей по одиночке. Занятия тоже будут проходить с соблюдением защитных мер. Педагоги в масках. Это контроль температуры на входе во дворец для детей, для родителей обязательно, ну как это сейчас везде происходит. Это расписание. Мы его будем сейчас менять. Поэтому со следующей недели мы всех детей ждем. Вся информация будет у педагогов. В этом году в Дворце появилось несколько новых программ обучения художественной и технической направленности. Программа «Юные инженеры». Наш педагог Шурыгин Валерий Викторович, наш очень опытный педагог, который уже ведет у нас авиамодельное объединение, предлагает ребятам с 7 лет научиться, скажем так, первым инженерным навыкам. Это работа с различным инструментом. Еще одну программу разработала Светлана Демидова. Педагог работает во Дворце 6 лет. Она учит ребят с 7-8 лет о замкомпьютерной графике. Сначала они осваивают простейшие программы. Второй год фотошоп у нас. То есть это уже работа с готовыми изображениями. Они составляют коллажи, плакаты, различные афиши делают. Третий год в компьютерной графике – это публикации. И еще они делают презентации. Ребят постарше Светлана учит по направлению реклама и дизайн. Они создают на компьютере рекламные баннеры, используют для этого различные программы. Плакаты различные, делают макеты дипломов, грамот, разрабатывают логотипы. То есть вот такая идет работа творческая у них. В этом году Светлана разработала еще одну программу и приглашает детей научиться создавать на компьютере короткие анимационные фильмы. Всего во Дворце детского творчества и педагоги будут обучать детей по 50 программам. Танцам, вышиванию, игре в шашке, шахматы, робототехнике и многому другому. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Светлана Надежина учится на театральном отделении детской школы искусств номер 2. Третий год. По словам девушки, о большой сцене она не мечтает. Навыки, которые получает на занятиях, она планирует использовать в обычной жизни. Это очень полезно для общего развития, для развития будущего жизни, для постановки голоса, для постановки красивой речи. Во время пандемии Саровчанка старалась проявить себя на дистанционных соревнованиях. В своем выступлении для 46-го международного конкурса театрального творчества «Звездный проект» Светлана сделала акцент на содержании. Девушка читала стихотворение «Баллада о матери» Ольги Киевской. Я вкладывала эмоции, что мне нужно донести мою мысль, как я вижу это стихотворение. Оно затрагивает тему материнской любви, ее величия. И мне понравилась эта тема тем, что она актуальна. И это действительно тема, которую нужно обсуждать. По итогам конкурса Светлана Надежина стала лауреатом третьей степени. Жюри также оценила еще двух воспитанниц театрального коллектива «Крылья» – Дарью Балуеву и Елизавету Рыжачкину. Мы участвовали в номинации «Художественные слова». Ну, художественные слова – это всегда какая-то подача должна быть, эмоциональная подача. Должен быть текст осмыслен, то есть подача осмысленная. Этот конкурс, чем примечателен, жюри потом высылает комментарии. И вот один из положительных моментов в комментарии был – это то, что девочки осмысленно произносили текст. Воспитанники театрального отделения обучаются актерскому мастерству, сценическому движению, танцам и вокалу. На занятиях по художественному слову юные соровчане отрабатывают дикцию, дыхание, голос, жесты и мимику при чтении текста. Такой тренинг, как, например, совмещение физического действия со словесным. Детям очень это полезно. Не просто прочитать текст, а еще его инсценировать, каким-то образом театрализировать, чтобы эти жесты были уместны, не выпячивали. И в то же время, чтобы они подчеркивали ту смысловую нагрузку, которую выражает ученик художественным словом. Учащиеся педагоги рады, что смогли начать новый учебный год точно. И надеются, что совсем скоро смогут оттачивать мастерство на сцене перед зрителями. Дарья Кузина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Я вас еще не отпустила. У меня для вас много сюрпризов. Слова из роли в спектакле очень подходят к настрою Юлии Французовой на работу на сцене. Она окончила училище имени Щепкина, служила в театре Содружества актеров Таганки, снималась в кино, несколько лет руководит собственным агентством. Спустя 12 лет Юлия решила вернуться в актерскую профессию. В новом сезоне она будет играть в Саровском драматическом театре. Сама я артистка по природе, и я люблю играть. Я играла везде, дома, в ванной, с детьми, везде. Но все-таки рыба захотела воду. Юлия задействована в новом спектакле, репетиции которого уже идут. Актриса с нетерпением ждет открытия сезона, чтобы порадовать зрителей своей игрой. Планов и энергии много, чтобы реализовать свои идеи и задумки режиссеров. Хочу только главную, главную-преглавную, и чтобы это было что-то военное, и чтобы это было что-то драматичное, чтобы прям плакать, плакать, обрадаться. Я это умею делать хорошо. Упускники Нижегородского театрального училища имени Евсигнеева, Лев Арустамов и Алина Пархачева, только вставшие со студенческой скамьи, тоже рвутся на сцену, чтобы покорять публику своей игрой и совершенствовать актерское мастерство. Есть одно желание. Что дают, то и играть. То, что Лев получает удовольствие от игры на сцене и буквально кайфует в предложенном режиссером образе, видно невооруженным глазом. На сцену молодого человека тянуло с детства. В школьные годы Лев занимался в театральной студии Бориса Сузиным. Я не думал, что вот я там пойду прям работать в театр. Я примерно предполагал, что я пойду учиться в театральное училище, потому что это дает очень хороший такой толчок, как развитие личности. Его однокурсница Алина Пархачева пока только готовится к репетициям и занимается вокалом. В новом спектакле ей предстоит петь. В профессию девушка пришла, можно сказать, случайно. Решила попробовать поступить в театральное училище. Поступила. Затянула. Затянула. Первые пару лет было сложно. Сложно привыкнуть к такой жизни, к такому расписанию. Но потом я поняла, что я привыкла к этому, и я не могу больше без этого. Станет ли театр единственным местом работы Алины Пархачевой? Или в ее жизнь войдет кино? А может быть, она в будущем сама будет писать сценарии и ставить спектакли? Я в начале пути, и, может быть, лет через 10 я могу подумать о режиссуре или о кино, хотя это другая немножко стезя. Пока это начало, это развитие, и я считаю, что это уже небольшая победа. Новых актеров на сцене «Саровской драмы» зрители смогут увидеть, как только разрешат открыть театры в Нижегородской области. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. «Саров-24». Зато за мир улыбнись, малыш, здоровье, бездна, танцы без перекура. Лишь часть событий, которые организовал волонтерский клуб «Инсайт». В этом году ему исполнилось 15 лет. За это время активисты успели поучаствовать во многих городских и всероссийских акциях. Григорий Крайнев пришел сюда студентом. Тогда он еще не предполагал, что добровольчество станет его основной деятельностью. Со временем «Инсайт» пополнялся активистами разных возрастов. Больше года назад Григорий стал руководителем. Изменился, так скажем, возрастной состав. Если раньше, когда я начинал, был волонтером, в основном это были студенты, то сейчас это не только студенты, присоединились еще школьники и работающие люди. Совместно с другими организациями города волонтеры проводят праздники, флешмобы, субботники и сборы средств. Совместно с клубом «Инсайта» мы организовывали акцию «Зато за мир». В рамках Дня солидарности и борьбы с терроризмом мы привлекли волонтеров из клуба «Инсайт» и своих волонтеров-студентов. Провели, скажем так, подготовку от А до Я и изготовление символа голубь мира. Для активистов «Инсайт» стал не просто клубом добровольчества. Это площадка, где ребята могут развить свои организаторские способности, творческий потенциал, найти новых друзей. Ульяна Скородумова в клубе всего год, но уже успела набраться опыта во многих волонтерских направлениях, поучаствовать в профильной смене. У всех очень много проектов, которые выиграли гранты, много других каких-то инициатив, и все ребята перспективные. И «Инсайт» – это прекрасное место не только, чтобы волонтерить, а чтобы найти здесь друзей, найти здесь себя, свое хобби. Елена Севцова стала активистом клуба с момента его создания. Пять лет работала руководителем. Изначально «Инсайт» занимался пропагандой здорового образа жизни. Позже стал развиваться и в других направлениях волонтерства. Работу в клубе девушка вспоминает с теплом и трепетом. Начиналось развитие и в событийном волонтерстве, плюс очень тесно мы взаимодействовали с организацией «Лотос». Это клуб для людей с ограниченными возможностями. Были и совместные вечера, и совместные акции, очень крупный совместный проект. И тем самым мы, получается, углубились в инклюзивное волонтерство. По словам девушки, для каждого участника «Инсайт» становится второй семьей, где всегда рады встречам, всегда можно найти поддержку своих инициатив. В период строгих ограничений клуб приостанавливал свою работу. Сейчас волонтеры снова начали активно участвовать в жизни нашего города. Готовить много всего полезного и интересного для саровчан. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Кабинет 316 в Дворце детского творчества непривычно пуст. Обычно здесь, в сентябре, собираются школьники города. Чтобы принять участие в традиционном проекте «Читаем вслух». Но из-за того, что Департамент образования запретил проводить массовые мероприятия, сотрудники ДДТ решили перенести проект в онлайн. Было принято решение, что мы записываем вот эти первые чтения в школах, в классах. Видео я собираю. Мы с нашим техником по звуку Антоном Беловым монтируем общую линейку и выкладываем готовый видеофайл на сайте Дворца и в группе ВКонтакте. В первой онлайн-встрече проекта «Читаем вслух» принимали участие 10 школ. Семиклассникам предстояло прочитать отрывок из книги Владимира Железникова «Чучела». В этом году книги и фильмы исполняется 40 лет. По словам организаторов, чучело – это визитная карточка писателя. Повесть, достойная внимания современного читателя. То произведение, которое мы сегодня читаем, которое сегодня читают дети в школах, оно, на мой взгляд, позволяет проецировать ситуацию, которая описана в книге, на сегодняшнее окружение этих ребят. Они читают о своих ровесниках, о событиях, которые реально было почти 40 лет назад. Следующая встреча в рамках проекта «Читаем вслух» пройдет 14 октября. Пятиклассники школ города прочитают стихи Сергея Есенина. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Осень – удивительное время года, когда природа меняет яркие летние краски на приглушенные теплые оттенки. Это пора, когда улицы, дворы и скверы становятся необычайно живописными. В разные века красоту этого времени года воспевали многие поэты. Опять осенний блеск деницы дрожит обманчивым огнем. И уговор заводят птицы и мчатся следом за теплом. Это стихотворение Афанасий Фет написал ровно 129 лет назад, 7 сентября 1891 года. В этом году отмечается 200 лет со дня рождения русского поэта-лирика. К юбилею Афанасия Фет в библиотеке имени Маяковского подготовила творческий конкурс. В году четыре чудных времени. Читатели приглашают принять участие в создании поэтического календаря. Мы предлагаем нашим читателям создать поэтическую страничку. На этой страничке должно помещаться изображение любого времени года. Либо это будет фотография, либо репродукция картины известных художников. Либо может быть даже свой рисунок. И обязательно сопроводить поэтическими строками. В конкурсе могут принять участие не только саровчане, но и жители других регионов. Работы принимаются в двух номинациях. Перелистаем календарь стихами и его строка с природой сольется. В первой номинации рисунок сопровождается стихами любых авторов и даже приветствуются свои сочинения. А вот вторую номинацию мы полностью посвящаем нашему юбиляру Афанасию Фету. Работы нужно присылать до 30 ноября на электронную почту абонемент 2016 собака яндекс.ру с пометкой «Конкурс в календарь». До 15 декабря жюри определит победителей в каждой номинации. Все остальные участники получат дипломы. Подробнее с условиями конкурса можно познакомиться на сайте библиотеки имени Маяковского. Пять месяцев ожиданий и результатов игры Нижегородского и первенства по хоккею подошли к концу. На днях оргкомитет подвел итоги чемпионата, в котором принимали участие 10 команд со всего региона. В том числе за главный трофей соревнований боролся и хоккейный клуб «Саров-2009». Было три группы. Мы стали первыми в своей группе и вышли в финальную часть соревнований. И там успели сыграть одну игру только. И потом в связи с этой пандемией участие в соревнованиях прекратили. Федерация решила, что «Саров-2009» занял третье место. Попасть в тройку лидеров в первенство хоккейный клуб «Саров-2009» стремился давно. Таким результатом ребята и тренеры остались довольны. Рады они и тому, что наконец-то вернулись на лед. Теперь они могут с новыми силами готовиться к следующему турниру. После подниме было выходить тяжело на лед и было сложно вспоминать упражнения. Было очень приятно, когда сказали, что лед открыт, что можно выходить на тренировки. Было очень радостно. Но первые тренировки были довольно сложными, потому что давно не выходили на лед, давно не играли. Было сложно. В середине октября хоккейный клуб «Саров-2009» отправится на соревнования в Нижний Новгород. Если там ребята займут первое место, то в следующем году они представят наш город уже на всероссийских соревнованиях. Скрип железа, правильное дыхание и напряженная работа мышц. В секцию троеборья подростки приходят, чтобы из угловатых мальчишек превратиться в спортивных юношей. В небольшой комнате есть тренажеры на разные группы мышц. Так что при желании усиленной работе результат будет заметен. Валерий Краснов среди всех спортивных секций города выбрал именно силовой троеборье. Я давно хотел прийти в тренажерный зал, чтобы нарастить мышечную массу, стать сильным, чтобы у меня фигура была красивая, сильная. На первой встрече с тренером Валерию пришлось доказать серьезность своих намерений. Светлана усадила его на тренажеры и показала, какие группы мышц они развивают. Юноша внимательно слушал наставления тренера и старался правильно выполнять упражнения. День открытых дверей в клубе здоровья – это то время, когда можно обойти все секции, побеседовать с педагогами и выбрать понравившееся направление. Секция настольного тенниса – это еще один вид спорта, который могут освоить юные саровчане. Занимается с ребятами Ольга Федоркина. Я сама была ребенком, пришла, мне очень понравилось. Заинтересовалась так, что до сих пор тренировалась когда-то сама. Теперь я свой опыт передаю ребятам. Со стороны кажется, что настольный теннис – самая легкая игра. Всего-то надо перекидывать легкий шарик через стол. На самом деле этот вид спорта требует от игроков серьезной физической подготовки, а также закаляет характер. Принимают детей в секцию настольного тенниса с шести лет. Во-первых, он развивает реакцию, зрение. У тех ребят, которые слабое зрение, они вот здесь восстанавливают его. Затем идет закалка характера, потому что когда играешь на счет, ты стараешься выиграть, не сдаваться. В клубе здоровья также идет набор ребят в объединении патриотической и исторической направленности. Мальчишек и девчонок ждут секции фехтования и ролевого моделирования «Армир» – военно-патриотический клуб «Разведчик». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова